У нас в гостях художественный руководитель театра мюзикла в Москве Михаил Швыдкой и актриса Валерия Ланская. Доброе утро. Доброе утро, господа. Невероятно приятно вас видеть здесь. Вы вдвоем. Такая странная пара, но это не зря. Рассказывайте. Мы пришли вместе, потому что только что вышел новый мюзикл в новом театре, театре мюзикла. И мюзикл называется «Времена не выбирают», где Михаил Сеевич является художественным руководителем и автором всего-всего. Я исполняю главную роль. У нас Лериного сына играет Ефим Шифрин. Ну, так случилось. Как это может быть Ефим Шифрин? Молодой, безусловно, и очень симпатичный. Ефим Шифрин играет человека с сегодняшнего дня. Он радиоведущий. А Лера играет его маму, которая была знаменитой американской певицей в 30-е, в 40-е, в 50-е годы. Это история ее судьбы и судьбы ее сына. Ну, и, естественно, судьбы наших двух стран, которые сходились, расходились. Всякая была наша история, как известно. И поэтому сочинено еще много очень хорошей музыки. Я смотрю на фотографию и вижу здесь настоящее бродвейское шоу. Яркое, красочное, красивое. Конечно, конкурировать с Бродвеем довольно сложно. Но и мы не стараемся делать все-таки мюзикл для русской публики. Мы делаем для своих. Это не значит, что оно хуже, оно уж и лучше. Но мы понимаем, что поют наши зрители. Они откликаются на советские песни сразу, мгновенно. А вот как раз они отлично спели бы советскую песню. Простую советскую песню. Они ее и поют. Они ее почти подпевают. Не разводимая, не обозвимая, не сердучимая моя. А еще хотите? Это приходите, ребят. Для этого надо подняться с дивана. Потом я все-таки исполняю... Она поет американские песни. Да, американские звезды. Поэтому я пою на английском, в основном джаз. Но мы-то знаем, на самом деле, что вы можете, Лера, петь все, что угодно. Как-то так получилось, что я всегда играла именно в музыкальных спектаклях. Ну, вплоть до поступления в институт, где я училась именно драматическому искусству. Но в основном играла так сложилось, всегда в мюзиклах. И для меня это такое родное и понятное, ну, очень органичное что-то. То есть то, что речь драматическая переходит в музыку, это настолько здорово. И это усиливает эмоции. Лер, ну спойте что-нибудь, уже кое-нибудь мучайте. Браво. Лер, ну спойте что-нибудь. И это без фонограммы, дорогие наши телезрители. Все остальное, пожалуйста, приходите. Смотрите, если честно, когда ты поешь, кровь начинает циркулировать совершенно по-другому в организме. И ты живешь дольше. И лучше. И лучше. Спасибо вам огромное за то, что сегодня вы с нами. С удовольствием пойдем на мюзикл. Спасибо большое. Приходите, приходите все.